Заказал семена, посадил и получается такое дерево, в котором мне еще работать и работать. В природе подокарпус макрофилус или ногоплодник достигает двух метров высоту. У Антона Бондарева ушло 9 лет, чтобы сделать растение таким миниатюрным. Это искусство бонсай. С японского переводится как дерево, посаженное в контейнер. Его возраст отсчитывается с того момента, когда семечко помещают в емкость. После того, как саженец подрастет, над ним начинается кропотливая работа. С помощью системы растяжек и отвесов мастер создает изгибы и скручивание ствола, корней, формирует крону, чтобы создать идеальный образ. У каждого дерева в Японии считается есть свое лицо, то есть тот ракурс, с которого оно наиболее привлекательно смотрится. И задача мастера найти это лицо и оформить. Любовь к этому искусству у энергетика службы аэронавигации возникла после появления комнатного лимона. Растение Антону Бондареву досталось в подарок и открыло целый мир. Бонсай в котором – отдельная вселенная. Миниатюрная, но занимающая в квартире много места. Однажды я насчитала, что у нас на подоконниках больше 40 деревьев. Вот этих маленьких, всех разных видов. У нас не было пространства, где он мог бы творить. Вот в прошлом году мы купили эту дачу, и это была целенаправленная покупка именно для того, чтобы ему можно было с вдохновением, с радостью заниматься любимым хобби. Так сад Бонсай из подоконника переехал на участок. Работает Антон Бондарев по японским канонам. Это значит ветви не могут пересекаться, а изгибы должны быть плавными. В результате возникает естественность, присущая природе, в которой незаметны усилия человека. Так, как будто дерево меняли только дождь и ветер. Кстати, хабаровский климат создает для хобби большие сложности. Зимы тут слишком суровые. На улице растению не выжить. Нужна теплица. Вообще Бонсай, допустим, в Японии, они в квартире вообще не содержатся в домах. Они все живут на улице, у них помягче немножко климат, и все деревья у них – это как бы не предмет интерьера. Самому старому Бонсай в мире уже тысяча лет. В Японии этим делом занимаются династиями. Самые ценные экземпляры оцениваются в миллионы долларов. Антон Бондарев говорит, что он еще в самом начале творческого пути. Надеется, что заложил основу семейного отдела, которое тоже будут передавать из поколения в поколение. Живопись и скульптуру художник создал, и все, и оно уже больше не меняется. А Бонсай – это работа с живым организмом, живым деревом, которое постоянно меняется. И, то есть, можно сказать, до бесконечности этот интересный процесс. Такой творческий союз природы требует от человека деликатности и терпения. Но главное, чему учит Бонсай – умению в малом видеть великое. Ульяна Крамаренко, Тимур Новоселов. Для Большого города.